Девушки отдыхают 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 практически. Я считаю, в данном случае не эфирные каналы. Если удалить все эти дубликаты, эфирные каналы и обязательные каналы, остается у нас такая цифра. Это цифра количества не эфирных телеканалов, которые есть у нас на рынке, которые вещают, даже если вы их не видите. Здесь есть раскладка небольшая по тематикам. В развлекательные попали, в том числе, музыкальные каналы. Это объясняет, в том числе, почему мы их отдельно не выделили. Вот так выглядит. Понятно, что подавляющее большинство российского происхождения. Но сейчас те каналы, которые раньше были у нас зарубежные, всевозможные Fox, всевозможные Discovery, они сейчас все фиксируются как российского происхождения. Я их все равно упорно пишу иностранными, но они ругаются. Но так или иначе, вот здесь правдивая статистика, те, которые действительно производятся в Российской Федерации, даже если состоят из иностранных программ. Их действительно почти 70% каналов уже, которые делаются только в России и для России, российских брендов. На иностранных языках очень мало всего. Это преимущественно зарубежные телеканалы, которые вещают здесь, типа CCTV, CNN и Порнушка. Это крупнейшие производители контента, и это все подконтрольные государству так или иначе, ну или друзьям Владимира Владимировича. Национальная медиагруппа, Газпром Медиахолдинг, в скобочках я поставила те каналы, которые у них на дистрибуции. И количество каналов, которые они контролируют. Национальная медиагруппа федеральных и других каналов 40, соответственно, 44 и 25. Я не уверена просто, что здесь циферка видна. Регулярно делаем вот такую схему, и по ней очень хорошо видно, не знаю, видели вы или не видели эту информацию, Национальная медиагруппа якобы приобрела 7% Газпром Медиа. Это было в прошлом году. Это, на мой взгляд, такая фиктивная сделка, которая породнила фактически два огромных холдинга. Но зачем я делаю в том числе эту схему? Еще и за тем, чтобы было понятно, что далеко не все телеканалы на рынке принадлежат вот этим крупнейшим холдингам. Если у вас есть зачем-то задача ни в коем случае не работать с ними, то вам есть из чего выбрать. И вот это крупные достаточно дистрибуторы, а вот это мелочь пузатая. по один-два канала, которые делают ребята. Живые и мертвые. Каналы запущены за последний год, и за последний год запущено невероятно много каналов, что совершенно не соответствует разговорам о кризисе и так далее. Вот только что запустились диалоги о рыбалке, он и в HD, и в SD-версии. Целых восемь телеканалов привел сюда зарубежных доку-бокс, там боксы разные. И вот еще кусочек. Это все каналы, которые были запущены за последний год. Интересно, что растет число ультра-HD телеканалов, хотя, конечно, предложение не очень большое. Из них два, Inside и Fashion 4K, они зарубежного производства, три российского. Вот так я примерно посчитала те запуски, которые были за последние годы. И здесь очень интересна статистика. Дело в том, что здесь трупы из тех, которые запущены, умершие, но на самом деле их гораздо большее количество. И в этом году у нас ожидаются еще умирания довольно серьезные. Имеется в виду те каналы, которые в 2013 году умерли. Это известный этот закон. Не сразу все умерли, часть еще умерли в 2014. Это закон о рекламе. И сейчас по нарастающей в этом году ожидается несколько закрытий телеканалов. К сожалению, большинство телеканалов не сообщают всем о том, что они умирают. Они просто прекращают вещание. в скобочках здесь я поставила те, которые зарубежные каналы запускались, приходили к нам в страну. И видна тенденция, что сейчас в Россию приходит очень мало. Значит, это смертность совокупная телеканалов. Там предыдущие были трупы, условно говоря, те каналы, которые запущены, и какие из них умерли. А здесь это совокупная цифра по смертям телеканалов. И эта статистика, на мой взгляд, пугающая, но вполне себе соответствующая рынку. Если кому-то что-то будет непонятно, вы меня спрашивайте, потому что я могу сама запутаться в цифрах. Это последние ушедшие. Здесь статистику сильно испортила группа каналов от этих. Это просто ушел дистрибутор, прекратил работать с этими телеканалами, он с ними плохо работал, и, соответственно, с чел спасибо им за это. Style TV очень-очень тихо умер. Очень-очень тихо умер телеканал ОСТ, возможно, никто из вас о нем не знает, и о Парадайзе, и о IQ Shop. Хотя очень многие знают о телеканале Amazing Life. Они ушли с очень большими долгами, и сейчас за ними гоняются. Очень интересная такая история. Надо сказать, что некоторые телеканалы, числятся умирающими, но на самом деле они просто перезагружаются. Так, телеканал Парк развлечений запущен на его месте канал Синема. Умер телеканал, умирает сейчас телеканал, к сожалению, 24 Док, вместо него запущен будет телеканал Доктор. Значит, я на всякий случай включила вот эту историю, просто здесь каналов нет, я могу все поразвлекаться. регулярно, вот если вы ведете переговоры с телеканалами, наверняка вы видите эти телеканалы, наверняка вы слышите от них подобные фразы. Это всегда для вас может быть поводом для каверзных для них вопросов или поводом для понимания, что канал может очень скоро умереть, потому что трансляция бэушного контента, заезженного выгоревшего и колдуны, кстати сказать, несколько телеканалов уже судились, уже получали иски судебные по поводу колдунов, которые у них есть в эфире, это все нехорошие вещи. И могу сказать, что я не видела ни одного успешного, достаточно успешного кейса, с распространением канала, у которого нет спутниковой доставки. Я, наверное, кого-то сейчас обижу по этому поводу. Бабло. Значит, на всякий случай доходы операторов платного телевидения, они, в общем-то, растут, это данные TMT Consulting, но при этом темпы этого роста, это вот эти розы-оранжевые линии, они очень сильно упали. И на десятые, вот в настоящий момент рост идет на десятые процентов. Каналов платных у нас подавляющее большинство, каналов бесплатных у нас очень мало. Бесплатные это те, которые существуют за счет рекламы или доплачивают телемагазины, например, они тоже к ним относятся. Но здесь надо очень просто понимать платные каналы, и это вот к вопросу о последующих докладах, которые здесь будут по поводу платформ с телеканалами. Дело в том, что в настоящий момент, если выходить, если кто-то из вас еще не запустил телевизионную услугу, нужно очень хорошо иметь в виду вот эти цифры, это, собственно, слайд для них. Арпу в настоящий момент даже по IPTV, который вполне себе пристойно выглядит на фоне спутникового телевидения и даже кабельного телевидения, он, в общем, не позволяет создать какой-то существенный, большой, сейчас уже говорят о 200 каналах. Так вот, мы просчитывали лицензионные платежи, и если создавать пакет из пристойных, ну, я не знаю, условно говоря, которые включают какой-нибудь National Geographic и какое-нибудь хорошее кино, создать хороший пристойный пакет за менее чем за 100 рублей, за 120, вам, ну, вряд ли удастся. И это надо всегда понимать, и понимать, что входной билет всегда практически, конечно, здесь имеется в виду, если вы отчитываетесь стопроцентно. Очень многие кабельные операторы классического кабельного телевидения, я бы сказала, что даже практически все, они используют вот эту оговорочку в свою пользу, конечно. Вот, таким образом можно констатировать, что, скажем, контент как возможность дополнительного заработка совершенно неинтересная история, но это в настоящий момент история, которая, ну, это must-have. Для мультисервисного оператора, если вы хотите конкурировать с Ростелеком, ему должны предоставлять контент, вот, и ничего тут не попишешь. К сожалению, подавляющее большинство операторов классического кабельного телевидения недооценивают интерактивность услуг, но сейчас в настоящий момент запускать кабельное телевидение, запускать телевизионную услугу без интерактива уже нецелесообразно вообще, но это не конкурентная история совершенно. Здесь надо еще понимать несколько вещей, которые когда вы ведете переговоры с телеканалами, у каждого свои аргументы, у каждого свои понятные, что можно сказать в переговорах просто нет. Это к вопросу к докладу Богатого, но зачастую операторы и хамят, и говорят нет, но вот это штучки, которые используют телеканалы для того, чтобы уговорить операторов купить каналы. И они естественно используют пакетные продажи, и многие может быть помнят, когда первый канал не был обязательным и навязывали целый пакет первого канала к этому. В общем, телеканалы не брезгуют ничем. В слове шантаж здесь заложены еще дополнительные какие-то рычаги, когда если вы не возьмете этот канал, мы вам не дадим вот этот канал, или если ну в общем такого рода вещи. А в слове подкуп имеются в виду в том числе выезды, когда телеканалы вывозят поить оператора в Турцию или какие-то другие интересные вещи. В принципе маркетинг тоже можно считать подкупом, но это хороший легальный подкуп. Операторы в свою очередь отвечают зеркально, играют с пакетами, играют с открытой цифрой, и в конечном итоге все это для обеих сторон никоим образом не интересно. И буквально несколько слов. Этот слайд, который еще раз подтвердает то, что я говорю, что в настоящий момент просто тупо аналоговое вещание или вещание телеканала без кетчапа, вещание телеканала без специальных его каких-то таймшифта нецелесообразно. Подавляющее количество телеканалов, эти все пункты включают лицензионные договора только за дополнительные деньги или с каким-то обременением. Это все сложно, но надо понимать, что видео интерактивная услуга будет расти, а число потребителей прямого стриминга будет падать. И оператор, если не предоставляет полноценную видеоуслугу, которая включает это все, она не конкурентна. здесь для примера наверное что-то не будет заметно, но я поскольку доклад оставляю, вы совершенно спокойно сможете изучить. Это данные Джейсон и Партерс, они провели целое большое исследование по кинотеатрам, мне показалось очень интересно включить сюда вот эту таблицу, и она показывает не очень сопоставимые цифры по просмотру, но все-таки достаточно заметное потребление есть у телеканалов на разных устройствах. У меня все. Я как-то очень быстро получилась. АПЛОДИСМЕНТЫ